друзья всем привет сегодня хотела немножко поговорить о том как суккуленты сгорают на солнце и как у них исчезает окрас из листьев недавно вконтакте прочитала какому-то посту комментарий девушка по моему даже мария звали я запомнила задала вопрос вот такого рода здравствуйте скажите пожалуйста вот недавно посмотрела на ю тубе какой-то там ролик у кого-то и вот там в ролике в этом говорили о том что суккуленты на свету выцветают то есть на ярком свету суккуленты теряют оттенок так ли это но ей по-моему никто ничего не ответил но я этой темой заинтересовалась по моему даже я где-то в своем ролике говорила что суккуленты на ярком солнце теряют яркий окрас на слишком ярком солнце на самом деле это да это так потому что я не знаю конечно я не биолог чем это связано но вот избыток солнечного света когда солнце нещадно палит у нас такая кстати была температура держалась где-то неделю то есть на прямом солнце без притянки вот так как находятся мои суккуленты и солнце до двух часов дня на них светит с рассвета до двух часов дня и вот такая погода у нас держалась где-то неделю 50 градусов на солнце и когда солнце уходило за дом в тени было 35 37 это конечно критическая температура для суккулентов потому что если учитывать то что они растут не в грунте они вот просто предоставлены солнечному выжиганию так как они находятся в маленьких горшочках вот эти вообще все стоят в пятерочках вот те горшки дальше стоят в семерках и вот учитывая это солнце естественно при таком мощном излучении нагревает землю до такой степени что горшку прикоснуться вообще невозможно то есть горшок берешь в руки он огненный даже обжигаешь руки скорее стараешься его поставить и вот когда такое происходит думаешь бедные суккуленты как же они это все выдерживают это же просто невероятно и дело в том что поливать то их нельзя в этот момент потому что моментально казалось бы ой сейчас я их полью корешки охладятся дофиг там ничего там не охладиться наоборот корни моментально сварится и растение то же самое погибнет за два дня листья падут станут прозрачными и пиши пропал и так вот о том что солнце съедает пигментацию из из листьев на самом деле это так потому что точно так же как и при недостатке освещения точно также и при избытке солнечного света при значительном избытке не просто когда солнышко светит на улице плюс 25 а вот при таких критических температурах повышение воздуха вот при таких температурах и пигментация исчезает из листьев я думаю что это связано с тем что солнечный свет он излучает не случает отвлекаюсь простите везде все ходят я вот полчаса уже наверное даже не полчаса больше искала момент такой чтобы все из-под дома рассосались и мамы с колясками и дети и вот сейчас более-менее так стало тихо и вот решила не знаю успею снять или нет потому что очень шумно подумал ну так вот солнечный свет он разрушает хлорофилл и в связи с этим когда хлорофилл частично в листьях разрушен в связи с этим листья становятся серыми становятся блеклыми и теряют оттенки вот если сравнить обычное растение лиственное растение но обычное вот лиственное растение которое растет не суккулентная в комнате что происходит с ним при избытке солнечного света если такое тени на эти невыносливые тенелюбивое растение поставить напрямую солнце что с ним произойдет естественно некоторое время с ним ничего не будет происходить потом листья пожелтеют на листьях появятся солнечные ожоги и солнце выжигая хлорофилл из листьев делает листья желтыми блеклыми и со временем этот лист отсыхает потому что растение в большом шоке и листья падают белка замолчи листья падают потому что растение таким образом пытается сохранить влагу которая находится в растении этот процесс происходит с тонколистными растениями но так как суккуленты это растение способные долго сохранять влагу в листьях то есть сука от слова сочный суккулент сочные растения то процесс опадания листьев у них не наблюдается просто вот под воздействием солнечного света яркого у них исчезает пигментация вот буквально на каждом моем растении можно это наблюдать то есть какие-то становятся серыми какие-то просто сиреневыми вместо розовых ярких оттенков какие-то совершенно зелеными я не знаю вот я еще раз повторяю что я не биолог и я не знаю куда деваются из листьев пигменты которые присущи для суккулентов ну то есть это вещества которые отвечают за определенный окрас суккулентов то есть эти вещества под воздействием при поглощении света от определенной световой волны они окрашивают растения в свои оттенки хлорофилл естественно зеленый антоциан он окрашивает приблизительно в фиолетовые сиреневые розовые оттенки и также красный и каротиноиды отвлекаюсь и картиноиды которые окрашивают суккуленты в желто-оранжево-красную гамму и вот я не могу сказать почему на очень ярком солнце на палящем солнце не работает вот этот принцип окрашивания суккулентов и видимо это как-то связано с разрушением клеточной ткани но я так думаю под воздействием солнца это не утверждение это просто мои домыслы под ваш раз под воздействием солнца разрушается хлорофилл то под воздействием яркого солнца то под воздействием яркого солнца также разрушаются вот эти пигменты, находящиеся в клетках суккулентов. Но так как это суккуленты, так как у них очень плотные листья, то запасов этих пигментов и хлорофила у них достаточно, а также достаточно влаги. И поэтому этот процесс, ну, как бы в стадии стагнации. И потом, когда условия внешней среды возобновляются к лучшему, то растение опять начинает точно так же расти, выходит из стадии стагнации и начинает окрашиваться. Вот смотрите, вот здесь можно прям четко видеть, у многих есть вот эти растения. Вот это хиверия шавиана. Вот кайма листьев у этих растений, она должна быть розовой. Сейчас она при очень ярком излучении, солнечном, белая. И растение вообще приобрело вместо розового какой-то серо-коричневый цвет. Ну, страшненькая, скажем так, стала. Точно так же вот эта шавиана. Это шавиана Pink Frills. Вот от Pink у нее ничего сейчас не осталось. А это шавиана Truffles. То же самое, ничего здесь у нее нет. Вот весь оттенок ее розово-сиреневый ушел, остался бело-серый цвет. Эхиверия шампанская. Видите, то же самое, оно стало зеленым. И сейчас вообще не представляет ничего особенного. Ну, растения и растения. Сапсисилис тоже из розового-сиреневого превратилась в бело-голубую. Вот из этой эхиверии тоже цвет ушел. Это аналог жемчужина Нюрнберга. Эхиверия Purple Per. А вот Нюрка. Я так ее называю. Смотрите, вот Перлфон Нюрнберг. Вот это растение, оно зимой под лампами было такого насыщенно-розового цвета. Это вот одно и то же растение. Вставлю фотографию сюда, чтобы было с чем сравнить. Вот то, что с ней стало на очень-очень ярком солнце. Желтая кантовка по краю листа. И такая она серо-сиреневая, невзрачная. То же самое вот у радуги ушел оттенок. Она была, если вы помните, несколько видео назад, она была ярко-розовая. Сейчас она, розовиночка у нее в середине, а так она практически серая стала. Ну и это со всеми растениями, со всеми-со всеми. Ну вот единственное, Красула, вот эта Pyramidalis, она осталась красненькой. Вот лилоцина, пожалуйста, лилоцина от слова лиловая, сиреневая. Она должна быть сиреневого оттенка, сиренево-розового. Сейчас она желтые края листа и сама серая. Ну и так можно долго-долго идти по всем. Вот у этой была Красная Кайма, Эхибериалбакарината. Сейчас она просто зелененький огурчик такой, с желтыми такими какими-то больными краями. Эхибериалбакарина купит поросячьи рыльца. Ну, сейчас плохо видно. Не подлезу ее, наверное, вам рыльца снять. Ну, видно вон пятачки. Ну, вот такого она цвета. Ну, сейчас на камеру она посветлее. В реальности чуть-чуть потемнее. Ну, все равно то же самое. Результаты практически одинаковые. Это вот Орион, это Трампет Пинки. Тоже от Пинки практически ничего не осталось. Белая. Бело-розовая какая-то такая, даже, но не розовая. Ну, она просто прельщает формой листа. Мне кажется, это Эхибериалбакарина, какого бы ни было цвета, она всегда будет невероятно интересной. Из-за ее формы листа. Это Эхиберия, гибрид Эхиберия купит. И Топси Турви. Вот этой. Вот теперь стараюсь подлезть на самый крайний ящик. То же самое наблюдается весь этот процесс исчезания оттенков у всех суккулентов. Ну, вот более-менее нормально себя чувствует липстик. Вот этому растению все нипочем. Она всегда яркая, нарядная. Всегда вот с такими, можно сказать, окрашенными красным цветом краями. И также вот там в середине красная красула клавата. Вот у этого растения при ярком солнечном свете листья не меняют, а краса, она всегда остается вишневой. Но дело в том, что у нас был сезон дождей, где-то три дня. И вот это дало свой результат моментально. Листья позеленели. Дальше вот там две одинаковые в одном горшке близняшки. Эхиберия рамелетты. Компактная форма сохраняется, но также позеленела. Она была намного желтей, намного ярче. Едем, едем. Да, вот эту хотела еще показать. Смотрите, как исчез окраска из этой хиберии. У кого есть, но у многих она есть. Это хиберия Фретаевс. Вот она стала такой желтенькой. Просто вот такого больного цвета какого-то. Это результат перенасыщения солнечным светом. Также красула Том-Тум. Она, можно сказать, выгорела, и красный оттенок из нее ушел. Ой, куда-то вообще все исчезло. Вот так. Ну, сейчас она такая с красной окантовочкой, но не такая яркая, как должна быть. Вот этот Адрамискус тоже очень яркий на солнце. Но при дожде, при пасмурной погоде и при сильном освещении, при перенасыщении солнцем он точно так же выцветает. Что хочется сказать о детках. Детки очень плохо растут, когда температура воздуха критическая. То есть они вообще замерли, ну, теперь коты орут. Ой, ну у меня тут в мире животных. То куру, то коты. Какой-то ужас. Ой. В общем, детки при переизбытке солнечной энергии находятся в стадии стагнации. Практически не растут. И не помогают ни подкормки, не помогает ни полив, который достаточно частый для деток. Ничего не помогает. То есть когда температура устанавливается нормальная, вот как сегодня, допустим, 25-28 на солнце, ну, это так, самая хорошая температура, конечно, для суккулентов. Вот при такой температуре они все и равномерно окрашиваются, и нормально растут, хорошо развиваются. Я все свои растения, когда была у нас вот такая температура, ужасная, высокая, я их все притеняла. То есть я на них с утра, как вот поднималось солнце, я на них с утра накидывала на все плотную-плотную ткань. Постараюсь вставить фотку, если найду. И в таком они у меня положении находились. До тех пор, пока солнце не уйдет за дом. То есть солнце уходит за дом, я снимаю эти тряпки. Ну, потому что другого выхода я не видела. Либо заносить их все в комнату, либо их вот как-то спасать, накрывать, хоть как-то их обезопасить. Потому что солнечные лучи какие-то вообще в этом году очень активные. Очень. В том году такого не было. Мне очень нравится, как ведет себя эхиверия и хок. Вот эта эхиверия. Ну, так как она темная, вообще темная, от природы, от своей. Ей и лучи солнечные не страшны, и не слишком она зеленеет. Эта эхиверия у меня недавно всех я продала. Эту я оставила себе. Никак не пересажу. Ну, пока ей комфортно в этом горшке. Полив ей сейчас не нужен. Она, кстати, как у агавоидных. У нее очень такие плотные листья. И тургор из них уходит не скоро. И поэтому ее нужно поливать очень редко. Точно так же, как агавоидные. Ну, а драмискусы. Точно так же я притеняла драмискусы. Цвет они не теряют. На солнце они, наоборот, краснеют. Вот с адрамискусами хорошая история. Мне нравится. Вот этот пахифитум, он под лампами и при достаточном освещении не переизбытки. Он будет такого фиолетового-синего оттенка. Сейчас вот он, смотрите, выцвел. Кончики листьев у него стали красно-оранжевые. Но все равно он такой прикольный. Мне нравится он. Очень нравится это растение. Пухлячок такой. Налет у него такой плотный, мощный. Не знаю, на камеру что-то не получается снять. Но уже вечер. Вот та эхиверия, которую я очень часто показываю вам, когда бывает привоз корейских растений. Эхиверия лауленсис. Она очень быстро реагирует и на избыток солнечного света, и на недостаток. То есть она выцвела при ярком солнце. И потом еще период вот этот, который был дождливый несколько дней подряд без солнца, он уже дал свой результат. И как видно, вот с нее ушел тоже весь пигмент, вся краска с нее ушла. Но все равно она симпатичная. Вот как-то так. Грабтоверия Гилова, кстати, тоже реагирует на солнце. Она себя хорошо чувствует при любом освещении, при избытке, при нормальном освещении. Она себя хорошо чувствует. Но вот пасмурная погода сразу сказывается на ее окрасе. То есть середина центра, и даже середина начинает сразу зеленеть. Пробегусь быстро по этой полке. Ну, то же самое. Грабтопиталум Рузби, зеленая серединка у него уже. Вот Эхиверия Верона. Под лампами она ярко-ярко-красная. Очень красивое это растение. Но оно в любом виде красивое. Сейчас она такого оливково-желтого цвета. Под лампами она красноватая, симпатичная. Эта Эхиверия забыла. Кошмар какой. Стыд и позор. Мелаку. Эхиверия Мелака. Вот она полностью зеленая стала. Кстати, вот эта зелень появилась от того, что были дожди. На солнце она коричневого такого цвета, красивого, насыщенного. Ну, вот эта агавоидная Эхиверия набирает медленно окрас, и также медленно он с нее уходит. Поэтому вот то, что сейчас творится в природе, пока на ее внешнем виде не отражается. Вот тут паутина. Мусор тут на листьях. Это что-то вообще прилипло. Не отдирается пальцем. Вот эта Эхиверия Джульетта позеленела. От ее розового насыщенного оттенка ничего не осталось. Такой поросячий цвет был красивый-красивый. Вот эта Эхиверия пришла ко мне красивым красавцем корейцем. Но вот в моих условиях она сейчас такая. Под лампами, может быть, опять наберет цвет. Это я вот про эту говорю Эхиверию. Агавоидная. Под лампами она была малиновой. И пришла она ко мне из Кореи такого насыщенно-малинового цвета. А сейчас у нее в моих условиях изменилась и форма розетки. Изменились и листья стали тоньше. И, естественно, цвет. Вот грабтоверия Дебби. Ей на пользу яркое солнце. Она очень всегда окрашивается при ярком солнце. Эхиверия Тинбургер. Яркое солнце ей не на пользу. Она становится желто-серой. Перепад температур и лампы дают ей сиреневый оттенок. Тогда она намного красивей. Очень любит яркое солнце черный рыцарь. Он на нем становится просто черным. Вот черный-черный. Вот черный принц он коричневый. А черный рыцарь он черный. Это эхиверия пинки. На камере она поголубей, но все равно не такая, какая она будет, когда будет нормальная температура, некритическая. И также под лампами. пахифитум меня радует. Держит свой цвет постоянно. Но из этой давно цвет ушел. И видимо только излучение от ламп на пользу. Вот это пуледонис в центре. Это пуледонис Мехико. Пуледонис и любят солнце. Ну вот в принципе все, что я хотела вам сегодня показать, о чем рассказать. О том, что переизбыток солнечного света негативно сказывается на окраске суккулентов. Вот вчера она была вот эта грабтоверия миссис Ричардс она вчера была прям зеленая. Потому что три дня дождей и до этого палящее солнце съело из нее весь окрас. Вот сегодня день такой более-менее хороший, нормальный. И за сегодня она уже прям заметно набрала. Мне не с чем сравнить. Я фотографии не делала. Но просто поверьте на слово, что окрас у нее уже за этот день достаточно хорошо распространился. Листья практически были вчера зелеными. Чуть кое-где были розовые пятнышки. А сейчас уже только кончики листьев зеленые. а так очень быстро она набирает окрас. Это седум Аврора. Этот седум на моей практике окрашивается только от перепада температур до такого насыщенно-насыщенно красного цвета, красно-розового. Это варигатный седум. Сейчас он практически такой розовенький выцвел. Ну вот и все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.